рецепт бисквита для торта солнышко очень простой смешиваю все жидкие ингредиенты это вода растительное масло и сухие ингредиенты сахар ванильный сахар 8 граммов натертая на мелкой терке морковь 300 граммов я не отжимала ее она такая влажненькая и понемногу ввожу муку где-то третью часть начала муки и сразу разрыхлитель 2 чайные ложки полных и щепотка соли еще муки добавляю и всю оставшуюся муку у меня 250 граммов муки тесто готово для выпекания смотрите на самом деле маку морковка может быть разная бывает сочная морковка бывает сухая смотрите по консистенции теста если вдруг у вас морковка сухая добавьте еще немножко водички просто воды не масло растительного воды чтобы консистенция теста стала такая вязкая не густая не жидкой чтобы можно было распределить по противню без усилий можно выпекать форме это для большой формы 24 сантиметра я буду выпекать на противне противень у меня размером 28 на 30 бумагу для выпечки поселила смазала маслом растительным определяю тесто по форме и тяну свободно распределяется духовка разогрета у меня до 180 градусов отправляю корж выпекаться поскольку я его тонко распределила выпекаться у меня будет не больше 20-25 минут при температуре 180 градусов пока выпекается бисквит приготовим быстро крем для крема нужно 2 апельсина или просто можно взять апельсиновый сок 4 столовые ложки манки и 100 граммов сахара сейчас я с апельсинов сниму цедру и выдавлю сок так беру сотейник выливаю сок из двух апельсинов у меня получилось 130 миллилитров а мне нужно 500 остальное довожу водой до 500 миллилитров вот 500 и 3 ничего страшного цедру с двух апельсинов вот это оставляю на украшение сверху а вот это а с одного апельсина отправлю сюда же сахар 100 граммов и все это ставлю на плиту поставила сок с водой сахаром на плиту на средний огонь и не жду пока она закипит сразу начинаю добавлять потихоньку манку 4 столовые ложки манки постепенно добавляю в сок варю манную кашу на апельсиновом соке крем закипел загустел я уменьшила темпе уменьшила температуру максимально и провариваю крем еще минутку постоянно помешивая чтоб не подгорел крем снимаю с плиты и даю ему остыть до комнатной температуры и пока крем еще теплый но не горячий он уже нужно крем взбить обязательно накрывайте пленочкой в контакт чтобы не образовалась корочка и взбиваю крем чудо крем готов вот такой он получается увеличился в объеме стал пушистый и очень-очень вкусный бисквит у у меня готов и уже остыл выпекался у меня 25 минут при температуре 180 градусов вот такой он получился не сильно поднялся конечно но он такой сочный бисквит очень сочный мягенький теперь вот эти края мне нужно обрезать обрезала бисквит разделила на две части на два коржа обрезки ножом измельчила буду обсыпать торт и посмотрите какой какие коржи получились и даже пропитывать не надо они очень сочные бисквит получается очень сочный нежный и очень очень красивый такого солнечного цвета половину крема распределяю крем и положила второй корж теперь обсыпаю крошкой украсила крошкой и теперь остается только сверху апельсиновой цедрой посыпать тортик постоял ночь холодильнике и теперь я его разрежу andsчика даны и 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 теперь тортик попробуем. Торт получился очень красивый и очень-очень вкусный. Коржи такие нежные, сочные, совсем-совсем не сухие, с таким легким, приятным апельсиновым вкусом. Морковка, естественно, не чувствуется. Чувствуется, как будто весь этот торт, весь он апельсиновый. И коржи апельсиновый, и крем апельсиновый. Попробуйте приготовить такой тортик. Это очень-очень вкусный, постный тортик.